Переходим давайте на каркасный букет Смотрите, мы также вставляем цветочек на шпажку Мы берем длинную шпажку Хотите ножку у букета длиннее, она может продолжиться И гофребумага эта ножка, хотите сделать шпажки Если не нравится то, что шпажки вот здесь вот так торчат Обламываем и заматываем изолентой Можете еще замотать изолентой, в принципе тоже возможно Главное плотно соединить все Ну изолента наверное некрасиво, может быть вот такой лентой Но это все равно будет скрываться под юбкой Поэтому это не будет Все соединяем туго между собой вместе с каркасом внизу Просто когда наверное человек будет открывать букет Эта изолента наверное мне кажется, что его смутит немножко, нет? А они его не будут открывать Таня, комплимент твоему Георгину, что он очень классный Спасибо, мне он тоже очень нравится Я когда первый раз его увидела в руках, когда пришла модель Я с собой загордилась и своей сестрой, что мы придумали такое чудо Так, сейчас мы все соединили Теперь мы готовим декор, чтобы закрыть у нас по бокам три дырочки И в центре маленькая дырочка Сейчас мы их закроем Ты будешь вылететь? Да, декорации букетом и корзинах в интернет-магазинах продаются И в интернет-магазине Мир Мыло, и в интернет-магазине Выдумщиков Ты будешь смотреть? Да, да, да В какой букет? Георгина? И туда, и туда Смотрите, всю декоративную зелень делим просто по ножкам И примеряем уже Смотрю, в принципе, вот сюда можно как раз по целому соцветию делать Да, уазис есть Есть Здесь, соответственно, уже используется подлинь-шелесочка Я могу сказать, что даже больше использую Потому что она будет прикручиваться на каркас Мы будем ее, смотрите, продевать опять же вот в этой полости Вытягивать ее вот здесь И накручивать Женя, у нас его хватает Либо на запасы есть Металлическую часть каркаса Для того, чтобы тоже можно было перевернуть И он текорью вытаскивает Также, опять же, знаю, что многие используют клеевой пистолет Мне нравится Ну, опять же Моя практика клеевого пистолета По мне, то, что иногда эти все вещи Они имеют место быть, то, что они отпадают Да, все-таки клей где-то, может быть, не прокапался хорошо, не скрепился И в нужный момент, когда мы продаем композицию Либо ее транспортируем, перевозим То, соответственно, это все отбадает На леске это держится намного прочнее То есть это нужно постараться, чтобы декорацию всю разрушить Растерять ее где-то, чтобы она отвалилась Не будет ли выпадать из каркасного пакета само мыло? Покажу, почему оно не будет выпадать Потому что она привязана Жень, честно, не помню на Исусе Я посмотрю, напишу тебе потом в деревне Что мыло от шпажек может Опять же, грамотно подобранный цветочек помощь нам Если цветочек не плоский Если у него ширина 2 см и на 1,5 см вставлена шпажка Если вы его вставили не в свежее мыло А в мыло, сваренное 2-3 дня Залог успеха, что мыло ваше не выпадет Такие каркасы у нас есть на 15 на 20 Чем толще цветок, чем он толще, тем лучше Тем он прочнее будет держаться Но опять же, со ступкой на то, что не используйте свежесваренное мыло В композициях Дайте ему хотя бы денечек Лучше чуть-чуть побольше постоять и подсохнуть Конечно, получается Как мне может не получиться В этом даже никто не сомневался Покажи красоту Покажи Ну мы же в процессе Ну вот у нас вот такая вот композиция получается Красота Мое мнение для этой композиции будет подходить Вот такое сочетание глупо-бумаги Такой цвет ряженки И лососевый И лососевый, либо коралловый У кого какие сочетания Вот Сейчас расскажу вам про технику Работы с гофрой бумагой И как мы ее вообще будем использовать для данной композиции Смотрите, бумага У нее разная плотность Бывает бумага плотность 140, бывает 180 Вот мои рекомендации Это 180 грамм Она плотная и лучше подходит В нашем деле Вот смотрите У нас идет Она смотрите По ширине Она Толще Да, чем уже Алексей просто уже отрезал ее Я вот располовинил То есть мы ее режем пополам И отмеряем По размеру каркаса То есть вы берете каркас Оборачиваете Прибавляете где-то еще Может быть там сантиметр Пару сантиметров И отрезаете Лично мы в своих букетах Используем двойной слой бумаги Контрастный Вот как здесь там Тона выбираем Знаю, многие делают Один слой бумаги Нам нравится два Вот По мне и букет Сразу приобретает Какой-то другой Он становится пышней Можно использовать Опять же Два цвета В контраст Вытянуть там Букет двумя цветами Вот Даже вот можно взять Вот цвет Да И допустим На два тона Чуть-чуть потемнее Вроде бы они будут похожи Но Композиции Они уже будут Смотреться По-другому Вот Рассказываю Про технику Кручения У нас с вами Идут вот такие вот Линии Как мы крутим Мы крутим Загибаем Одну из частей Но только не там Где она Немножко Выпуклая А там она наоборот Где она Немножко Вогнутая Вот именно Вот с этой частью Мы работаем Это вогнутая часть Вот это Вот выпуклая часть С другой стороны Она у нас Выпуклая Это у нас будет С вами Идти на Самую Точнее На внешнюю часть Композиции Сейчас чуть позже Потому что у нас Розовый каркас Да Чтобы они у нас С вами не Сливались В одном тоне То есть мы будем Использовать Белый тон Для первого слоя И Розовый тон Для Внецкого слоя Вот Мы загибаем Очень хорошо Огибаются Эти Эта бумага Вот И самое главное Вот смотрите Внимательно Я это вижу Да У кого-то получается Вот кривые Кто-то любит Вот волнами Там Да Как-то вот делать Нам очень нравится Аккуратные Симпатичные Юбочки Которые Все Подобнены Как Под Один Вот Для этого Мы с вами Берем И вот Как Эффект Как будто Рвешь бумагу То есть на себя На себя На себя На себя На себя На себя И так До конца Эта 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 Гопа Гомага Вот Она получается У нас Медитирует Она получается У нас Прямая Вот Если У вас Она начинается Где-то Вот Вот так Вот Закругляться Там Да То есть Где-то Складываться Слоями Значит Что-то Вы делаете Не так Что-то Я делаю Видимо Не так У меня Что-то Загибается Леша Вот Значит Открываем Наш Прямой Эфир И пересматриваем Загибается Сохранить Случим Отчая Бакеты Делали Не только В каркасах Бакеты В корзинах Вот Смотрите Как она у меня Получилась Видите Да Прямо Ровно 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 У меня Не ровно То есть Ну вот Как будто Я на машинке Сейчас Делал Но тоже Неплохо Прекрасно Это Более Светлая Часть Да Внутренняя Часть Тоже Сам Машинка Внутренняя Здесь Цвета Вот Внешняя Часть Она у нас Будет С внешней Стороны А более Яркая Часть Она у нас Будет С внутренней Стороны Но Также Оступлюсь Можно Сделать И С более Яркой Часть Я Просто Люблю Понежнее Термоядерные Какие-то Цвета В композициях Ярко Ярко Так Я Скрепляю Некоторые места Степлером Это Очень Удобно В том Плане Чтобы Он у вас Не играл В руках Когда вы Моделируете Юбку Вот Потому Что Юбочка Она у нас Должна Быть Ровненькая Вот От нее Очень много Зависит Зависит Презентабельность Внешний Вид Букета Поэтому Здесь Повнимательнее Но Мне Удобнее Со Степлером Работать Первый Слой Я Сделал Я Беру Завязку Лента Из Арганзена Здесь Не Принципиально Какую Ленту Вы Используете Какая Вы Нравится Такую Используете Розочка Как в корзинах Подходит Для букетов На каркасе Розочка Как в букетах Подходит Для букетов На каркасе Абсолютно Единственное Что ее там Будет Нитрить Берем Минимальный Каркас Минимальный Каркас 15 см Ну Меньше Бывает Ну Я их Больше Использую Под Один Цветок Они Не Очень Подходят Под Букетную Композицию И 5 или 7 Бетонов Отлично Идут На Каркас 15 см Здесь Букет Практически Завершен Вот Смотрите Вот Если Я не Скрипляю То У меня Вот Ходит Она Вот Она Ходит Для Того Чтобы Она Не Ходила Еще раз Я Работаю Со Степлером Букет Мы Делаем Участок Закрепляем Опять Протягиваем Участок Опять Его Закрепили Все Так Будет Получаться Ровнее Это Мой Совет Опять же Никому Не Навязываю Своем Совет Мастеров Всегда Ценим Мы Теперь Уже Только Декорируем Букеты У Алексея Уже Почти Все Готово Вот Они Еще Почти Ничего Не Готово По Декорированию Ну Прямо Каркасу Да Прямо 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 Смотрите Я Специально Сделал Такую Маленькую Помарочку Для Тех Я Думал То Что Этот Будет Вопрос Подниматься Почему Мы Степлером Прикрепляем Вот Когда мы Прикрепляем Каркасу Это Все Таки За Зеленью Как Это Не Видно Да Если Мы Будем Скреплять Степлером Вот Здесь Да Ну Соответственно Все Эти Железки Они Будут Видны Это Будет Портить На мой Взгляд Внешний Вид Поэтому Там Где Я Скрипил На Каркас Там Это Практически Не Вид Вот Юбка У нас С вами Готова Осталось Только Скрипить Это Все Дело Красивой Ленточкой Красивой Ленточкой А вот И Танюшка Без Каркасов Делаете Букет За Загибом Да Другая Техника Да Видимо Да Да Расскажи Про нее Сделала То есть С внешней Стороны У меня Степлером Не было Видно Да Я Делаю Под Внутренней Сторон Блоками Чтоб Когда смотришь На букет Степлеру Мне нравится За соседями Сколько Мы сейчас Об этом Поговорим Зато много Нового Друг о друге Вы знаете Там Где У вас Немного Вылазит Лишнее Мы Это все Дело Аккуратно Побрезаем Все Место Можешь Бросать Да Только Аккуратно Переверну Букет Вот смотрите Я переворачиваю Букет Бурабанная Дробь Ничего Не Трясем Вот такая красота У нас сегодня Получилась И накрутилась Мое мнение Вот с этими розами Тоже будет Очень красиво Я вот положу рядом Тоже будет Очень красиво Сочетаться Букетной Композиции И пахнет Тоже хорошо Отлично Вот как раз Каркас 15 см Три розы По поводу Подсолнухов Красивый цветок Красивый цветок Красивый цветок Яркий Весенний Ну я в плане Развиваю мысль Букетной композиции С ним вот как раз Аккуратней Аккуратней в том плане Потому что толщина Чтобы поработать С шпажкой У вас минимальная Порядка 5 мм Вот Поэтому Либо Мой совет Если вот Представляем То что это Подсолнух Мы втыкаем Шпажку Под наклоном Да Чтобы Занять Побольше места Шпажки Вот Но ни в коем случае Не протыкаем Прямо Под Глоб 90 Это будет Провал Мне ничего не пришлось Обрезать Ничего не пришлось Я бы подрезал С более тонкими цветами Работайте Очень аккуратно Да Вот там Может быть Если вы делаете Это в букете Скорее всего Я бы сделал Его В пленке В цветочной пленке Вот Это будет Намного практичнее Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok